И мы передаем слово Александру Константиновичу Носову, которая расскажет нам уже не о современной иммунотерапии, а о её перспективах при метастатическом раке мочевого пузыря. Прошу вас. Я постараюсь разбудить немножко. Я, слушая Пселот Борисовича, понял, кто выкинул этого мишка на помойку, потому что первая часть, в общем-то, по сути, на самом деле, растоптала все сегодняшние возможности иммунотерапии при раке мочевого пузыря, современной как минимум, и прошлой в том числе. На самом деле у меня иммунитет достаточно давно уже стал ассоциироваться, во всяком случае в области онкологии, с таким огромной мусорной казиной врачебного невежества, потому что сюда можно скинуть всё, что угодно. Но при этом, если быть откровенным, во всяком случае в урологии, как минимум, мало что действительно работало. Ни вакцинотерапия, ни цитокины, ни эфферентные клетки, возможно, антитела, но тоже в урологии как-то их не было применения. И ингибиторы сигнальных молекул, о которых мы говорим сегодня активно, в том числе, к сожалению, на сегодняшний день, как мы видим, пока находятся в стадии такого изучения. Почему же всё-таки такое разочарование в иммунологии? Потому что, наверное, в самой сути наших ожиданий, мы ожидаем того, что всё-таки мы найдём тот самый специфичный белок, на который будут реагировать лейкоциты или вся иммунная система, лимфоциты, натуральные киллеры, и будут самостоятельно работать против опухоли. К сожалению, наверное, надо понимать, что такого белка на сегодняшний день нет. Опухоль идентична организму, в ней нет тех самых специфичных антигенов, которые бы противолечили системе АЧЛЯ. И поэтому ждать того, что мы ожидаем реально от иммунной системы и от тех от иммунологических воздействий, о которых мы так активно говорим, наверное, бессмысленно. Ну, возможно, группа так называемых тестикулярных антигенов, которые, в общем-то, являются несколько отличны в силу своего генеза, но, опять же, они достаточно редко экспрессируются в солидных опухолях. То, о чём сегодня много говорилось, о том, что мы делаем шаги понимания молекулярным, и вот в чём мне на сегодня действительно очень позитивно отметить роль иммунологических препаратов, чекпоинтов, частности ингибиторов, в том, что мы при них ищем те самые показания, узкие показания для применения и пытаемся найти действительно ту субгруппу пациентов, которая на него реагирует. Ну, это тот самый паспорт ДНК для урталиального рака, на основании которого было выделено сначала пять групп молекулярных типов рака мочевого пузыря, и было показано, что они имеют абсолютно разный прогноз, причём они не коррелировали со стадией заболевания, степенью дифференцировки, то есть с теми критериями, к которым мы привыкли. То есть, возможно, действительно, этот подход всё-таки более объективен, и он будет более интересен. Ещё один очень важный момент, на мой взгляд, то, что рак мочевого пузыря на самом деле – это очень агрессивная опухоль. Вот это наша воспитанная реакция на то, что это достаточно допропоядочный рак, который можно турить до бесконечности, там, пять-шесть раз протурить, потом ещё лучевую там дать, без химиотерапии, без показаний, без всего. Это ложное ощущение. Рак предстательной железы по своему развитию мутаций практически на одном уровне с меланомой и с двумя формами рака лёгкого. То есть, это очень агрессивный процесс, к которому надо относиться серьёзно и соответствующе лечить. При этом было показано, почему был интерес, в том числе, к этой локализации для чейнг-поинта ингибиторов, потому что ряд исследований показали, что там, где есть вот эта частота мутации, там эти препараты в большинстве своём эффективны. Ещё один нонсенс для меня. Мы на сегодняшний день нашли несколько молекул, которые мы можем, на сегодняшний день, куда мы можем внедриться. Да, это PD-1, да, это CTL-4 и ряд, несколько других, которые приведены вот на этой картинке. Но при этом, посмотрите, это только то, что мы знаем, и только то, что нарисовали на этой картинке. А всё остальное, и как оно работает, и какой эффект оно будет оказывать, мы не знаем. Ещё один момент. На самом деле мы не вырабатываем иммунный ответ, целенаправленный, специфичный иммунный ответ, который настроен на сохранение гемостаза. Мы растормаживаем аутоиммунную реакцию. И это надо понимать. Воздействуя на PD-рецептор, мы блокируем тот сигнал, который даётся лимфоцитам о том, что это свой белок, что трогать его нельзя. И тем самым мы получаем тот спектр специфичной токсичности, о котором мы скромно говорим. Но при этом мы забываем, что во всех этих исследованиях абсолютное большинство пациентов получало высокие дозы преднизолона. Больше 60%. Это среди тех, кто получал преднизолон, токсичность третьей-четвёртой степени встречалась не так часто. Но они получали, потому что они были на грани развития этой токсической реакции. Если говорить о тех препаратах, которые действительно на сегодняшний день зарегистрированы, и в силу Борисович этом сказал, в первой линии были две попытки от изолизумаба и пембролизумаба использовать первые линии. Они обе были весьма скромные в рамках второй фазы исследований. И, в общем-то, результаты были необнадёживающие, поэтому они изначально были опровергнуты. И вот то исследование от изолизумаба второй, опять же, фазы, которая, на мой взгляд, в отношении, во всяком случае, как минимум, рака мочевого пузыря дала вот этот вот старт этому рейсингу, когда нет правил, когда нарушены все критерии, когда по второй фазе зарегистрирован препарат для применения. И вот эта вот гонка, которая, по всей видимости, подстегнулась и тем, что были препараты, которые зарегистрированы при других локализациях, наверное, привела к тому результату, что от изолизумаба вот несколько время назад отозванной лиценией и этот препарат для данной локализации не используется. А может быть зря, потому что в этом же исследовании были проведены попытки вычленить те группы предиктивные, которые бы были действительно эффективны в применении этого препарата. И поэтому, возможно, нарушение вот этих принципов доказательной медицины, оно несколько отбросило в решении этой проблемы. А возможно, еще раз повторю, вот формирование того самого и от тех основных трех молекулярных типов и выбора пациентов, а также использование PD-L1, экспрессии PD-L1 может сформировать ту группу, где эти препараты будут эффективны. Еще несколько слов об исследовании Neumab. Еще раз повторю, что, к сожалению, только пембролизумаб имеет третью фазу, где действительно было показано улучшение общей выживаемости. Все остальное на основании второй фазы исследований. Препарат Neumab показал в разных локализациях свою эффективность при именномномии, при раке почки и при раке легкого, и поэтому, конечно, было крайне интересным для рака мочевого пузыря. Вот это то самое исследование второй фазы, где использовались у пациентов, у которых развивалось прогрессирование на фоне препаратов ЦИС-платины. Отбирались определенные пациенты, достигались те самые привычные нам точки, и самое главное, конечно, это частота ответов, по которой и оценивалась эффективность препарата. Соответствующие критерии включения, при этом, посмотрите, и кокотов пациентов достаточно высокие, это достаточно сохранные пациенты попадали в это исследование. И также определялась экспрессия PD-L1, для этого был обязательно необходим морфологический материал. Противолокфля активность Neumab действительно продемонстрировала достаточно премьерную частоту ответов, при этом при высокой экспрессии PD-L1 больше единицы был критерий, частота полных ответов была выше и составляла 4%, то есть, по сути, это полный ответ опухоль на проводимое лечение. И вот, возможно, действительно, вычленение и персонализация определенного лечения может решить эту проблему. Длительность до ответа также была одним из критериев, что если ответ наступал достаточно быстро и выраженный, он сохранялся очень долго и препарат расценивался как более эффективность. Выживаемость без прогрессирования была в группе пациентов, у кого экспрессия PD-L1 была, в общем-то, не отличалась, достоверных различий не было. По общей выживаемости отмечены различия в этих группах пациентов по экспрессии PD-L1. И вот та эффективность у пациента с молекулярными субтипами видно, что у пациентов с базальным раком предстательной железы первого типа эффективность была максимальная и максимальное число полных ответов. Понятно, что эти пациенты и испытывали максимальный эффект от проводимой терапии. Вот о токсичности я сказал и еще раз повторю, что достаточно большое число пациентов все-таки получает высокие дозы предминозолона для купирования этих проявлений. Оценка качества жизни весьма сложный, но тем не менее качество жизни пациентов достоверно возрастало к концу исследований. Таким образом, у пациентов распространенного рака мочевого пузыря на сегодняшний день есть все основания полагать, что можно выделить те группы пациентов, кому действительно эта терапия будет предиктивна и эффективна, но она требует дальнейшего естественного изучения, формирования этих групп и оценки эффективности этих препаратов. Но, как было сказано, достаточно большое количество исследований находится на сегодняшний день в работе и, возможно, какие-то результаты интересные мы получим в ближайшее время. Спасибо. Огромное спасибо за чрезвычайно интересную информацию и, уважаемые коллеги, резюмируя лекарственное лечение рака мочевого пузыря, я еще раз хочу напомнить, что при распространенном ортолиальном раке стандартом первой линии терапии остается химиотерапия, основанная на цисплотине, гемзарцисплотин или метатриксат, цисплотин, адреамецин, венбластин. Режим GC предоставляет преимущество в отношении токсичности, поэтому ему отдаются предпочтения. Во второй линии терапии единственным химиопрепаратом, доказавшим свою эффективность в рандомизированном исследовании третьей фазы является венфлунин, который зарегистрирован в России. Пембролизумаб, ингибитор PD-L1, является агентом, который показал преимущество, как в первой линии терапии у больных, не подходящих для химиотерапии цисплотином, так и во второй линии лечения по сравнению с венфлунином в отношении общей выживаемости. Пока препарат в России не зарегистрирован и входит в стандарты лечения НССН. Благодарю вас за внимание. Продолжение следует...